Девятнадцатый век Редактор субтитров А.Семкин Девятнадцатый век И был сослан в Сибирь за народовольческую деятельность В 1899 году он прибыл этапом в Якутскую губернию По распоряжению его происходительства Василия Приютова Определить на житье в дом купца Свидота Романова Я профессиональный фотограф Умею изготавливать прекрасные снимки, а также владею партняшным ремеслом Когда он в конце девятнадцатого века был доставлен сюда в Якутск Он писал прошение на имя губернатора, чтобы его по состоянию здоровья не ссылали далеко на север А именно в Средниколымск Он по состоянию здоровья был освидетельствован и оставлен здесь в Якутске И воспользовавшись этим моментом, он весной решил предпринять побег Понимали его в бестях и вернули обратно в Якутск В этом доме он проживал почти два года до романовского протеста Романов Федот Петрович, зажиточный мещанин, имел доходные дома и сдавал их в наем Как мастер по строительному делу он изобрел уникальный метод кладки каменных фундаментов для деревянных домов Поэтому его дома отличались особой прочностью И в одном из них находится дом-музей Якутская ссылка Аура этого дома такая светлая, всегда комфортна и спокойна очень В отличие, допустим, от других каких-то заброшенных домов деревянных Многие горожане, кстати, говорят, живут чуть ли не 20 лет, недалеко от нашего дома Каждый день проходят мимо нашего здания И когда представляется какая-то возможность, заходят в наш музей И бывают поражены, что у нас так здесь хорошо, уютно И что они все время проходят мимо и не могли зайти Может быть, какой-то ангел-хранитель нашего дома Как-то хранит наш дом, возможно И когда человек уже готов к тому, чтобы принять какую-то информацию Он открывается перед этим человеком Здесь он как раз познакомился со своей женой Пелагеей Петровной Лазяновой И у которой было свое фотоателье на улице Большой И они основали кинотеатр, который открылся в 1913 году Они вместе с мужем купили его у очень известного фотографа Келлермана Вообще в Якутске было несколько фотографов И фотография Келлермана была очень известна И очень качественная, профессиональная фотография была Если чуть-чуть обратиться к истории фотографии Фотография у нас год рождения Считай за 1839 год И имя связано с Францией Когда в России после 1939 года Нагеротипы появились Когда первые салоны открывались И надо сказать, что мы привыкли считать, что мы на окраине Что у нас новые технологии очень долго шли На самом деле, видимо, было не так Чисто по историческим, по архивным делам Документам Можно смело сказать, что первый фотограф к нам появился в 1864 году Из Иркутска Штейн приехал, открыл салон Фотографировал Но как-то он быстро обратно выехал Ну, может, были какие-то эти проблемы В 1880-е годы Там уже салоны стали открываться Первое имя это Иван Братчиков Ефим Захарович Аверинский Открывал салон Еще был Келлерман Его ученик Лазянов Василий Приютов, поселившись в доме на улице Большой Продолжил дело первых фотохудожников Якутии А Василий А Василий Петрович Приютов Это уникальная личность Он был образован Профессиональный был фотограф И парняжем ремеслом занимался Он отлично шел костюмы, кстати говоря И когда он проживал в этом доме У нас даже есть такая вот небольшая газетная вырезка Где было объявление, что в доме Романова принимаются заказы на пошив платья За каждым человеком, попавшим в поле зрения объектива Василия Петровича Мы видим историю личности Времени и эпохи в целом И все это он оставил нам в дар Чтобы помнили В фондах нашего музея сохранилось более ста фотографий Фотографические снимки Василия Приютова Они были очень такие художественные, композиционные Например, особенно групповые фотографии Это же было очень большим мастерством, чтобы сфотографировать целую группу людей Фотография, конечно, была очень дорогим удовольствием Но люди себе это позволяли Они приходили очень нарядные И раз в год обычная зажиточная семья могла себе позволить фотографироваться Конечно, фотография приносила доход, в отличие от кинотеатра Потому что кинотеатр... Ну, очень много было затрат на самом деле На содержание этого кинотеатра И тем более Василий Приютов, он делал щедрые пожертвования всегда Для Василия Петровича Приютова Якутск стал не только местом ссылки Здесь он встретил свою любовь Женился Воспитывал семерых детей Но, к сожалению, не сохранилось ни одного снимка Запечатлевшего его счастливое семейство Ну, я могу сделать только такой вывод, что, возможно, это было связано с тем, что он был эсером И в то время было очень опасно Потому что многие эсеры были репрессированы Не только в революционный период, да, а именно в 30-е годы Таких судей очень много было в то время, на самом деле Очень жаль, конечно, да Фотографий очень много, да, о Приютове А именно о его семье нет И вот мы как раз обращались к нашим горожанам Возможно, у кого-то есть эти снимки Может, кто-то общался с Приютовым лично Есть какие-то воспоминания Вот эти вот Было бы очень замечательно Если, допустим, наши горожане пришли Ну и сделали какие-то вот Такой хороший жест Судьба Приютова благополучна и трагична одновременно По счастливой случайности он миновал арест и репрессию Но на долю тех, кто спасся в этом хаосе истории Выпало еще одно испытание Великая Отечественная война Приютов в последующем, по данным нашего сотрудника Александра Александровича Калашникова Выехал за пределы Якутии в город Санкт-Петербург теперешний И, к сожалению, во время блокады умер в Ленинграде Ностальгия по прошлому Такие ощущения вызывает картина Одного из первых художников Якутии Ивана Васильевича Попова Однако мало кто знает, что живописец был прекрасным фотографом Автором многих уникальных этнографических снимков Для Российской империи и европейских стран Эти работы стали своеобразным открытием Сибири Родился Иван Васильевич Попов в семье священнослужителей Возможно, он посвятил бы свою жизнь служению Господу Богу Для этого у него были все предпосылки Доброта, сострадание и сердечность Но желание изображать то, что он видит и чувствует, оказалось сильнее И за этот выбор ему предстояло пройти сложные жизненные испытания Это был очень неординарный человек Сорона Малван, по-моему, писал очень хорошо, что он пережил три войны Русско-японскую, Первую мировую И вот Вторая мировая война его съела Он жил очень бедно, детей было много А он женился-то очень поздно, 48 лет И, в общем, тяжелая была у него жизнь Имя Ивана Васильевича Попова я впервые услышала в школьном возрасте У нас был историк очень хороший И он про музей рассказывал Мы это в классе 5-6, наверное, учились И он про теленка Ивана Васильевича рассказывал И мне так хотелось видеть этого теленка Поеду в Якутск, первым делом пойду в музей, посмотрю Никогда не думала, что с течением времени я буду искать, изучать Жизнь и творчество Ивана Васильевича Попова в полном объеме Как художник по призванию впервые взял в руки фотоаппарат И каким образом его снимки стали достоянием Российской империи И даже за ее пределами Мне удалось найти преискуран торгового дома Николая Алексеевича Аверинского Он специализировался на продаже именно фотографических аппаратов Там и паспорту каких-то, виньетки Да еще вот эти, все, что пожелает душа для занятий живописью было Епископ Милейкий Якимов По легенде потомков, что он аппарат подарил первый Ивану Васильевичу В 1867 году, когда фотографическая комиссия была, тогда было задано, как снимать народы Чтобы отразить и их типы, и обстановку, их занятия Видимо, с тех пор это все осталось А вот в 1893 году конкретно с Академии наук, по-моему, и прошло В циркулярное письмо, какие фотографии отправлять в музей В 14-м году по заказу музея Иван Васильевич отправлял фотографии Но вот то, что он первый раз, когда поехал в Петербург в 1903 году Он туда целенаправленно подъез в кунсткамеру фотографии И мне вон даже это, опись целую дали Тут 49 фотографий По всей видимости, вот его фотографии тогда вот в фирму попали А фирма эта называлась Шерер и Набгольц Знаменитая полиграфическая фирма Шерер, Набгольц и Ко Была основана в 1863 году подданными Германии и Швейцарии Они быстро приобрели известность в Москве и по всей России На многих фотографических выставках награждались серебряными медалями С 1896 года стали заниматься выпуском открытых писем С видами разных городов империи, произведений искусства и типов России Ну я предполагаю, что все-таки вот такая солидная фирма Шерер и Набгольц, наверное, напрямую к музеям большим выходила Чтобы они им предоставили негативы А меня человек привлек Охотник, косер Там на нескольких снимках Его звали Поселецкие фамилии Видимо, он очень такой, как бы сказать, человек неординарный был Он где-то во время гражданской войны с повстанцами был И как-то или в Охотске, или где-то трагически погиб Фотографии Ивана Васильевича больше всех публиковались Больше всего они привлекают внимание И с 1910 года Я не могу сказать, может, еще и ранее были эти почтовые открытки Они привораживают так же, как и его работы И потом по ним очень много можно узнать, изучить, рассказать И они разлетелись по всему миру Их можно найти в музеях не только России, Якутии, но и в Германии они есть А конец его жизни, последние его годы жизни Я аж даже плакала Я так думаю, наверное, он в конце все-таки понял И вернулся к Богу И почему-то уверена, что он в раю За его муки, за его талант, за долготерпение Он был последним, кому удалось уехать из далекой Сибири после ссылки А для большинства скопцов Алекминская земля стала последним пристанищем В 17 веке, когда произошел раскол в церкви В российских деревнях стали появляться странные старцы и старицы Называли они себя агнцами божьими Подкупали они людей своей верой в чистоту тела и духа А легенду об изгнании из рая Адама и Евы считали главным аргументом для избавления от нечистых частей тела Они свято верили, что отказавшись от телесных наслаждений и продолжения рода Смогут вернуть времена, предшествующие первородному греху Скопчество на Руси было ярким примером религиозного фанатизма Их преследовали, казнили, ссылали Но невзирая на это, секта была одной из самых могущественных до самого начала 20 века История очень такая далекая и в то же время интересная В 1861 году прибыли первые партии скопцов в количестве 200 человек Вообще эта секта, она зародилась в России В Тамбовской, Воронежской, Орловской областях И начала насчитывать свыше 6000 человек И Алёпнинский окружной исправник, зная, что им нельзя было находиться и проживать рядом с православными Он выделил им участок за городом, который сейчас является центром нашего города И улица называется Спаская А сами скопцы ее обозначили тогда Селение Спаская Удивительным образом до наших дней дошла уникальная коллекция фотографий Алёпнинских скопцов и жизни якутян второй половины 19 и начала 20 веков Этим негативом и снимком более полутора век Принадлежит это наследие скопцу Ерофею Петровичу Ересько Ерофей выписал из Германии фотоаппарат Имел камеру-обскуру Вначале это было для него хобби Он фотографировал красивейшие места нашего города И решил делать почтовые открытки И их продавал А покупала их Алёпнинская знать Это были люди тоже со всех уголков нашей страны Которых отправляли сюда на службу Это и казначейство, и работники сберегательной кассы Люди, которые держали власть И Алёпнинск был на тот момент очень важным торговым центром Соответственно, нужны были учреждения такого типа И эти люди, уезжая из Алёпнинска Покупали у него с удовольствием открытки с видами города Он понимает, что это дело, приносящее прибыль И открывает в Алёпнинске фотоателье Что в его фотоателье для лучшего проникновения света Вот туда, куда заходили страждущие сфотографироваться У него была стеклянная крыша Представляете, Алёпнинск, конец XIX века Начало XX и стеклянная крыша в Алёпнинске Свыше тысячи, я думаю, это портретных только снимков людей Людей разных сословий, национальностей Которые приходили к Ерофею, чтобы запечатлеть себя на фотоснимке Люди жили в суровых климатических условиях По сравнению с Россией Но орехмельчане выглядели очень достойно на фотографиях Это и дамы имеют наряды Допустим, и обувь из Франции, да И головные уборы, шляпы всевозможные Народ имел доступ вот к таким товарам Мог заказывать и был просвещен Не случайно Алёпнинский округ По сравнению с другими округами нашей якутской губернии Он имел большое количество 17,8 образованных людей Скобческая община тоже сыграла важную роль В развитии хлебопашества и овощеводства Строительства жилищ и православных храмов Рыночных отношений в целом Но все же внутренние традиции и обряды скобцов Были непререкаемыми Старожилы вспоминают, что они очень жили обособленно По 3-4 человека Сестрицы стряпали, содержали домашнее хозяйство Мужчины у них были на работах тяжелых У них было много цветов на окнах В домах было очень чисто Сами они выглядели хорошо Чисто одевались, следили за собой Но чувствовалась в их домах тоска Не было слышно детских голосов Только лай собак Вот они держали собак Как бы ограждались от города Жили обособленно Только дом Ирофея Ереська был открыт для тех, кто интересовался искусством фотографии Среди них был немецкий и российский ученый Евгений Васильевич Пфитценмайер О знакомстве с Ирофеем он оставил воспоминания в путевых очерках в Сибирь за мамонтом Сознание Ирофея Ереська с годами менялось И он очень сожалел о том, что с ним случилась вот такая беда И Евгению Васильевичу Пфитценмайеру он сказал о том, что он был насильно в 11 лет оскоплен И у нас есть свидетельство старожилов Алекминска, что многие оскопцы сожалели о том, что случилось с ними в момент безрассудной молодости Время шло Братья и сестры общины старели и умирали Когда им разрешили покинуть Алекминск, многие отказались оставлять насиженные места Куда было вложено много сил, энергии, времени и лучших лет жизни Осуществить свою мечту удалось только Ирофею Петровичу Ереська Ирофей Ереська оставляет, значит, свои негативы Прохору Половинкину А тот, в свою очередь, передает старожилам Алекминска И где они хранились? Ну, очевидно, в кладовых, на крышах домов И когда открывает свои двери в далеком 1957 году музей И первый его директор Василий Еремеевич Корнилов Он взял на хранение вот эти стеклянные негативы Ереська Они долгое время лежали и ждали своего часа, так скажем, да Ирофей Петрович лично для меня это глыба Это личность, это человек, который волей судьбы, оказавший здесь, не имел какого-то вот такого, ну скажем, пренебрежения, да, к людям Какого-то вот такого отчуждения Он был, ну скажем, человеком широких взглядов Мне кажется, милосердным И большой личностью Ереська, пишут, уехал незадолго до Великой Отечественной войны И пишут, что он уезжал еще не совсем старым человеком Да Куда он уехал, это остается для нас загадкой и тайной Это трагично, когда вот человек такого уровня, как песчинка, потерялся Скопец по неволе Ирофей Петрович Ереська Сыльный народоволец Василий Петрович Приютов И живописец из рода священнослужителей Иван Васильевич Попов Три личности разного происхождения и мировоззрения А объединяло их одно Любовь к искусству фотографий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok